МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы пережили конец света. Что дальше? Ого! А дальше вот, Фрост Панк 2. Старый капитан умер, Нью-Лондон ослаблен. Провизия на исходе, нависла угроза перенаселения, осталось мало угля. Люди мечтают о достойном будущем, но все ли разделяют эти мечты? Спасите город от раздоров. Или следите, как в нем гаснет жизнь. Глава первая. Уголь закончился. Осталось мало угля. Капитан умер. Пока силы оставляли его вокруг, усиливались распри и за городским хозяйством перестали смотреть. Теперь Нью-Лондон пожинает последствия. Став наместником, вы получили власть, но сперва должны доказать свою пользу. Перенаселенному городу не хватает угля и других ресурсов. Используйте этот теплый год, чтобы построить больше жилья, добыть уголь и перезапустить генератор. За работу. Ставим на паузу. Вокруг Нью-Лондона остался уголь. Нужны новые залежи. Нам нужно, получается, прорубить лед до неглубокого угольного слоя и построить добывающий район. Включить генератор. Построить новые жилые районы, чтобы устранить нехватку убежищ. Целых два района. Ну и у нас с вами есть три фракции. Это жители морозных земель. Бороться с холодом бесполезно. Высокомерные механизмы нам не нужны. Замерзшая сталь хрупка. Мы приспособимся даже если это потребует жертв. Ага. Адаптация. Единственный способ выжить на холоде. К нам нейтралитет. Три тысячи четыреста пятьдесят участников. У нас есть поборники. Девятьсот пятьдесят участников. Нейтралитет. Стремитесь к прогрессу во славу Нью-Лондона. Награды за услуги порождают сильнейших. Здравомыслие во имя порядка. Порядок во имя контроля. Так, что они, получается, нам могут предложить? Это прогресс, заслуги. Здравомыслие. Здесь то же самое у этих есть? Нет, у этих только адаптация. И у нас есть Нью-Лондон. Сыск-три тысячи шестьсот. Тоже нейтралитет, технический прогресс приведет Нью-Лондон к процветанию. Здесь именно прогресс. Мы строим машину, чтобы вывести часовой дом из-за льда. Будем развиваться за счет технологии. Будем выгрызать ресурсы из стыла земли, чтобы все жители были в достатке. Мы починим себе природу и будем процветать. Так, а здесь я не почитал, да? Значит, прогресс. Мы строим машину, чтобы высечь свой дом из-за льда. Заслуги. Появляется вся новая возможность. Удача, как всегда, улыбается смелым. Пусть лучшие из нас вознесутся и поднимут за собой остальных. Здесь здравомыслие. Чтобы перейти от борьбы за выживание к чему-то большему, мы должны отвергнуть старый уклад. Логика и здравый смысл станут ключом к успеху. Наш новый мир требует нового общества. Хорошо. Так, серьезно растет заметный холод. Серьезно растет боязнь и нехватки угля. Но давайте посмотрим, что у нас по углю. Где у нас вообще тут уголь находится? Так, еще понимать, что это, да? Что за ресурсы? Ну, здесь плодородная земля. Здесь, я так понимаю, бесконечный ресурс. Вопрос только чего? Скорее всего, как раз угля, да? А, нет, это материалы. Но я так понимаю, что все-таки это именно уголь. До неглубокого угольного слоя. Почему нет указания конкретно где именно? Но я, скорее всего, думаю, надо именно сюда идти. Поэтому придется здесь пойти вот таким вот способом. Вот так, наверное, да? Ледорубы пошли. Включить генератор. Но смысла нет включать, потому что у нас в меня нет топлива вообще никакого. Так, добывающий, жилой, продовольственный, промышленный и логистический районы у нас есть. Жилые районы. Ставить, получается, нет возможно. Только именно вот здесь. Но пока у нас тепла нет. Но нам по-любому надо строить три района. Именно жилых. Ой, три, два. Два района. Ну и давайте сразу еще. А, уже второй пока нельзя. Хорошо. Убираем пока с паузы. Ледорубы рубят. Это все строится. Давайте посмотрим генератор. Мы, конечно, можем его включить. Да, у нас пока нет топлива. Тепломарки. Давайте немножко почитаем. Так. Все-таки получается значок угля именно вот такой. То есть это у нас не уголь. Хорошо. Давайте тогда искать уголь. Вот он, уголь, получается. Мне надо было сюда идти. Ну ладно, сейчас они подрубят. Все равно материалы потом нам пригодятся. Тем более, скоро тут уже закончат. Мы тогда с вами отправимся именно вот сюда. Вот это, получается, у нас с вами уголь. Хорошо. Запомнили. Тепломаркет. Это те же самые, как у нас был в прологе. Это утиль. Ну, типа, это наши деньги. Чем больше людей, тем больше денег. Генератор пока не включаем. Нам нужно сейчас все это дело достроить. Пока у нас дефицит получается еще в жилье. Но мы здесь построили, получается. И с этой стороны будем строить еще жилой район. Так, это уже построились. Хорошо. Прорубили лед. Теперь давайте с этой стороны пойдем. Не хватает, да, немножко? Ну ладно. Поехали, значит, рубить здесь лед. Нам все равно, по идее, надо будет еще смотреть, что у нас по зданиям. Да, у нас есть исследовательский институт. А есть еще отопительный центр. Центр хранения топлива. Центр хранения материалов, хранения товаров и пищи. Топливо, конечно, лучше поставить возле наших добытчиков угля. Но так, чтобы зацепилось как можно больше районов. Так, есть одно дело. Построили. Расширение районов. Окей. Хорошо. Строим. Получается, мы с вами еще один жилой район. Но уже с этой стороны давайте поставим. Так, два. Есть у нас бонус. Хорошо. Так, прорубили? Нет, еще пока рубят. Еще пока рубят. Так, что у нас тут получается? Не особо сильно много получается у нас в жилье, да? Жилье 20. То есть, если сейчас будет жилье, это будет всего лишь получается минус 30 еще будет. Это надо будет, как минимум, еще два жилых района строить. Это очень много. Так, значит, добывающий район нам нужен возле угля. 60к, 60к. Так, ну я бы хотел как-то поставить. Здесь я не могу поставить. Так, тогда, может быть, надо мне еще льдорубов заказать. Чтобы мне именно вот здесь прорубили. Максимально берем. Так, пусть рубят пока. А мы пока строим с вами еще один район. Стабильно, стабильно, стабильно. Возрастает. Справится ли наместник? Да, справимся, справимся. Сейчас льдорубы поработают, чтобы все было прекрасно у нас. Напряженность заметная. Сейчас быстренько построим. Отлично. Может быть, сразу еще заказать вырубку, да? Допустим, к материалам пусть идут. Да, вот так пусть будет. И давайте строить добывающий район. Вот так вот сделаем. Отлично. Тут для того, чтобы поставить хранилище. Все, по идее, сейчас уголь будет. Жилье построим. Генератор включим. Мы просто пока, я не знаю, мы добываем, не добываем. У нас пока нет, да? У нас ноль. Ни одной добычи вообще нет. Поэтому смысла включать генератор я не вижу. Даже кнопка не активна. Пока нет топлива. Ждем. Но дома по-любому придется строить еще. У нас все не влезут. Мы, по идее, вот здесь прорубили, да? К замерзшему лесу, к материалам. Так, районы построили. Нам, по идее, надо все равно идти еще и к пище, к плодородной земле. Как ни крути, все равно абсолютно. Потом будет такое задание. То же самое, как и к материалам. Без материалов у нас никуда. Мы ничего потом построить не сможем. Плюс еще модули нужны. Так что, в общем, есть куда стремиться. Так, ледорубы закончили. Давайте посмотрим. Значит, к углю мы добыли, к модулям добыли, к материалам добыли. Можно, в принципе, теперь попробовать именно... Вот, кстати, здесь плодородная земля бесконечная, я так понимаю, да? У нас имеет ресурсы. Может быть, к ней пойти. А, ну, в принципе, и здесь есть плодородная. То есть, у нас как бы уже есть доступ к плодородной земле. Но я бы, наверное, хотел еще и вот сюда вот выйти. Я так понимаю, здесь два вида ресурсов, да, у нас? Жалко, что вот в этом моменте ты не видишь, что это за ресурс. Здесь тоже бесконечный ресурс. Но надо к плодородной земле идти, бесконечной. Поэтому давайте пойдем вот сюда вот. Пусть работают здесь. Да, еще надо будет два района. Так, что у нас тут? Что за вопросик? Это, может быть, в обучении что-то появилось, да, у нас? Да, здание, расширение районов. Ладно, это потом почитаю. За кадром. Есть, отлично. Включаем генератор. Последние остатки. Отлично, наместник. Мы нашли новые залежи угля. Это часть последнего месторожения в Нью-Лондоне. Запасы еще есть, но их надолго не хватит. Мы должны улучшить методы добычи, чтобы повысить их эффективность. Но сообщества города разошлись во мнении о том, как это лучше сделать. Мы должны выбрать, чьи идеи достойны реализации. Мы должны найти решение. Итак, опять на паузу. Лучше тут все делать через паузу, потому что время идет очень быстро. Итак, расширьте существующий жилой район. Постройте исследовательский институт. Исследуйте идеи для создания новых угольных шахт. Постройте только что изученное здание в добывающем районе. Ну, все-таки, получается, мне надо как-то расширить район. Давайте посмотрим по поводу... Вот он, расширение района. Тепломарки 50, модули 50. Ну, давайте расширим. Раз, два и три. Идет расширение. Теперь нужно построить исследовательский институт. Вопрос, где он должен строиться. Может быть, когда расширится, тогда может быть построить. Пока непонятно. Так, по теплу у нас пока все хорошо. Да, у нас все прямо идеально. Излишков нет. Можно, по идее... У нас сейчас не хватает, а только по жилю вопрос. И по товарам. Но это не то, сейчас мне, наверное, сильно не важно. У нас материалы излишки. На материалы нужен склад. Слышали новость? Будем молиться, чтобы его не уничтожили бураном, как в прошлый раз. Не успел почитать новость. Так, район я расширил. Хорошо. Как мне... А, прямо его сюда надо будет поставить. О, окей. То есть место сразу подсвечивается. Без проблем. Строим. И давайте решать вопрос все-таки с жильем. Можно, получается, расширить... Вот здесь еще райончик. Чтобы у меня все влезли. Иначе все будет не очень хорошо. Плюс надо будет все-таки еще на уголь поставить. Так, здесь мы, получается, добываем, да? Так. А, стоп. Блин. Хотел нажать правую кнопку, нажал левую. А уже нельзя, да, отменить? Да. Ну ладно. Пробуждение генератора. Рождение ребенка. Люди собираются вокруг башни генератора, пока он, громко задрогаясь, пробуждается и снова дарит нам тепло. Это сердце города. Наш последний рубеж, защита от холода. Наша первая надежда на будущее, каким бы оно ни было. Наместник. Одна супружеская пара сообщила, что их дочка, первая в семье, родилась ровно в тот момент, когда вновь ожил генератор. Они назвали девочку Лили Мэ и просят вас благословить ее. Вы вернули нам надежду. Благодаря вам у нашей дочурки появилось будущее. Люди надеются, что у них все-таки есть будущее. Хорошо, Лили Мэй. Пусть жизнь ее будет долгой и теплой, а ветра не собьют с пути. Событие произошло. Хорошее. Построительский центр построено. Хорошо. Разнообразие идей. Собществование Лондона. Небольшая толпа собралась у стен нового исследовательского института. Люди спорят о том, как лучше добывать последние запасы угля. Поборники и не лондонцы требуют, чтобы мы использовали автоматику. А жители морозных земель настаивают на более экономном решении. Они бы не посмели так спорить, пока был жив капитан. Вам придется решить, кому лучше довериться. Собществование Лондона расходится во мнениях. Вы не сможете угодить всем сразу. Покажите мне варианты. Ну смотри, у нас два сообщества за одну идею и одно сообщество против. Два, там большее количество потом в совете будет людей. Дерево идей. Нам нужны свежие идеи для развития. Однако разные существа выдвигают подчас противоположные решения. Одни и тех же проблем. Они принимают лишь те варианты, которые совпадают с их взглядами. Выбрав какое-либо существо для развития идей, вы улучшите отношения с ними. Ясно. Так, угольные шахты. Теплоизоляция жилья. Так, пыльная угольная шахта. Районы для средствового добычи. Требуется добывающий район за залежами угля. Это жители морозных земель предлагают. Нейтралитет 43% от города. Больше никто не разделяет эту идею. Горнодобывающие предприятия, где улавливают остатки угольной пыли и формируют из них брикеты, используют доступные ресурсы по максимуму. 400 спрос на рабочие силы. То есть возрастет рабочая сила. Добыча угля увеличится. Плюс 150. Заболеваемость слегка растет. 20. Потребность в материалах вырастет. То есть вот эта вот идея и тех и тех. То есть здесь 45 и здесь еще 12. То есть получается в общей сложности 57% от города. Это подрывная угольная шахта. Во-первых, спрос на рабочую силу меньше, чем у тех. Добыча угля выше. Разруха растет. Но я выберу вот это, потому что по-любому, во-первых, больше всего процентов жителей от города. Изучаем именно эту идею. Так, что я еще хотел? Можно, по идее, построить сегодня жилой район, чтобы всех обеспечить жильем. Так, а здесь, получается, есть какие-то ресурсы, да? Модули здесь у нас. Но модули, кстати, мы не добываем. И угля надо больше. Но угольная шахта у нас сейчас в армии растет. Хорошо. Это у нас с вами и следуется. Жесткие сроки. Да нет, не надо нам жестких сроков. Пока все хватает. С угольной шахта, конечно, да, лопухнулся. Надо было отменить здесь. А я взял и согласился, блин. Это не очень хорошо. На складе пока у нас ничего нет. Излишки тратятся пока, да? Вот, отлично. Хорошо. У нас теперь есть запас угля. Будет идти. И можно, по идее, построить центр хранения топлива. Допустим, вот здесь вот. Спрос на рабочую силу упадет. Пусть будет. Пусть будет. Ну, а у нас пока тут все дело исследуется. 20-30 процентов, да, у нас. Теплоизоляция жильям. Это для всех одинаково. За 50. Ну, у нас пока, во-первых, исследуется, да? Во-вторых, тепломарк мало у нас. Тут надо еще с деньгами внимательнее быть. Ну, рабочая сила у нас, примерно, 2500, да? Как больные. Вот это плохо. Вот это плохо. Так, с жильем у нас все. Прямо у нас в норме. По поводу тепла. Снижается, да? Да, все в норме, все хорошо. С теплом вопрос решен. Нейтралитет. 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 Ну, вот, получается, мы с вами пищи не добываем. Наверное, надо все-таки пока в пищу пойти, да? Что у нас там по... По продовольствиям и районам. Может быть, пока не стоит именно здесь строить? Ну, это чтобы здесь построить склад. Вопрос решим с пищей, потому что у нас именно все убывает. Так, снижается. Это хорошо. Так, зал советов. Но у нас пока нет здания построить зал советов, поэтому пока строить не будем. Тратить на это ресы. Так, у нас будет понижение температуры. Будет холодно, да? Только аж потом будет повышение. Это долго. Эйп Байрон 55, сержант-инструктор. Любуется генератором. Я рад, что ты снова в строю, старина. Я жутко испугался, когда тебя отключили. Ведь ты для нас не просто источник тепла. Ты для нас символ того, чем мы должны стать. Символ несокрушимой, несгибаемой стойкости. Мы все должны противостоять холоду так же смело. Поборники любят и почитают генератор. Поборники это вот эти вот. Так, склад у нас есть, да? Хранение. Да, хорошо. У нас тут тысяча. Так что, в принципе, это нормально. Сейчас пищевопрос решим. Чтобы она копилась у нас. Пока мы тратим излишки. И пока у нас... Непонятно. Производим вообще хоть что-то? Центральный район. Скорее, так понимаю, что производят 70, да? Но тратим мы 90. Так. Хорошо. Пища есть. Но маловато, да? Да, пока мы все равно тратим пищу. Ну ладно. Но уже не так быстро будем ее тратить. Потому что 64 недели это очень долго. Подрывная угольная шахта. Нью-Лондонцы предлагают исследование здания. Теперь это нужно дело построить. Подрывная угольная шахта. Можно поставить вот здесь вот. Хватает? Хватает. Строим. Так, отношение у нас выросла благосклонность. А почему-то не лондонцы у нас нейтралитет. А! Там надо было выбрать именно конкретно кого-то, что ли? Блин, они же одинаковые идеи предлагали. Почему отношение выросло только у одних? Это неправильно. Я считаю, это абсолютно неправильно. То есть здесь-то и там, и там все дело выросло. Но почему-то выросло только у поборников. Ну ладно. Но с углем у нас, получается, нет бесконечного, да, ресурса. Уголь у нас только вообще, только в этой стороне. Дальше, мне кажется, надо все равно, получается, прорубать проходы либо вот сюда вот. Либо вот сюда. Ну, ждем. Мы, по идее, выполнили все. Место для решения разногласий. Новая шахта позволит нам ненадолго забыть об иссякающих запасах угля. Однако разногласия между общинами остаются. Перед смертью капитан хотел создать совет для их урегулирования, но не успел это сделать. Теперь это ваша задача, наместник. Жители Нью-Лондона хотят участвовать в управлении. Первый вопрос. Должны ли вы и дальше руководить городом? Ну, нам нужен совет. Так, наместник удалось перезапустить генератор и обеспечить нас жильем. Я буду голосовать за это. Капитан умер, с чего это должен решать, кто станет его преемником. Хорошо, строим, получается, зал советов. Именно вот здесь, прямо в центре. Хватит спорить. Эх, не успел почитать. Да, нечего спорить. Уголь пошел в плюс. С едой пока нет. Материалы пока, получается, мы не тратим. А, нет, тратим все равно. Но у меня мало этих тепломарок, поэтому я не буду пока строить запасы. То есть, подожди, у меня задача накопить 540 тысяч угля. Совет собирается в первый раз. Мы можем голосовать за новые законы. Получите вводум доверия. Первое заседание совета. Задание совета открывается в атмосфере ожиданий. Капитан долгие годы провел твердой рукой, но эта эпоха ушла вместе с ним. Теперь сообщества города хотят высказать свое мнение. Поборники поддерживали порядок, действуя от имени капитана. Они заявляют, что он строил Нью-Лондон, ставя во главу угла прогресс, заслуги и здравомыслие. Нью-Лондонцы и жители Морозных земель спорят о стратегии выживания, но у обеих групп нет твердой позиции по экономическим или социальным вопросам. Присутствуют и те, у кого фракции, поборники вызывают презрение за роль в истории Нью-Лондона. Но они пока молчат. Совет первым делом должен изучить, как вы справитесь с дефицитом угля и решить, нужен ли городу такой наместник, как вы. Открыть заседание. Вот такой у нас зал советов. Совет. Вернувшись в зал совета, в следующий раз вы сможете вынести на голосование новые законы. Но сегодня на повестке дня иной вопрос. Общества Нью-Лондона должны утвердить вас на посту городского главы. Будьте осторожны. В случае неудачи вы лишитесь должности. Ясно. 22 за, 13 против. Заседание делегатов. Голосование через 10 недель. Вот он доверие. Может ли наместник оставаться у власти? Если вы потерпите неудачи в этом голосовании, где делегаты немедленно отправят вас в отставку. Так. Договориться. Нью-Лондонцы готовы к переговорам. Поборники готовы к переговорам. 12 человек делегатов, они все за. Эти в основном сомневаются, да? Нью-Лондонцы. Так. За. Я что-то должен им предоставить, да? Спрос на рабочую силу падает. Разруха незначительно растет. Ну, давайте я вот этот вот предложу вариант. Ага. А если вот так вот? 53. Ну, что так, что так. Получается 53. Ну, я вот это лучше предложу вариант. Ну, и, наверное, голосовать, да? Что нам тут тянуть? Необходимо 51. Я остаюсь на месте. Закон принят. Топливо будущего. Значит, вы останетесь наместником. Отлично. Впереди тяжелые испытания. Вам удалось нарастить добычу угля, но залежи неизбежно иссякнут. Мы должны исследовать морозные земли, чтобы найти постоянный источник топлива. В противном случае, у города нет будущего. Нужно найти больше топлива. Так, исследуйте скорректированные автоматической смены. Это новые исследования у нас здесь доступны, да? Вопрос, где это? А вот обещание, да? Обещал я, получается, нью-лондонцам. Так, этим не нравится. Этим не нравится, но вот этим всем нравится. Так, нам нужны нью-лондонцы. Давайте изучать, раз я им пообещал. Свои обещания нужно выполнять. Постройте логистический район на старой времянке. Найдите постоянный источник топлива за пределами города. То есть, нам нужно все-таки идти именно конкретно вот сюда. Куда я и предполагал. У нас не хватает тепломарок вообще. А что за квадратики, интересно, какие-то? Ага, мобилизовать можно. Доверие. Совет. Услуги. Ага. Прогресс, заслуги, здравомыслие. Странно, что у них нейтралитет. Очень странно. Так, ну ладно, нам нужно... построить... логический центр, да. Ну вот как раз нужны морозные отряды. Скорее всего, как раз вот сюда вот. Вот сюда и нужно идти. Нам нужны марки. Чтобы, допустим, прорубить лед, мне, в принципе, хватает, да. Но я не дойду сюда. Но я не дойду сюда. За один подход я не дойду. Или дохожу? Не, не дохожу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, девять. Что так, что так, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. К сожалению, за один заход я не захожу, блин. А ближе я никак не сделаю. Да. Как ни крути. Ну ладно. Нам нужны марки. Так, жилем у нас все хорошо. Уголь растет. Пищи хватит на 54 недели. Это хватит только на 22. При том, что получается у нас разруха-то будет расти. Да, он возрастает. Подрывная угольная шахта. Надо все-таки... Поставить добывающий куда-нибудь сюда. Так, чтобы поставить, допустим, добывающий район вот здесь. А, ну видишь, я опять, получается, по узкой полосе пойду, да? Мне нужен еще один ледорубы. Так, а вы прорубили все, да? Ну пусть будет так. Так, я думал, что получатся ядра какие-то. Более холодный сезон. Потребность в тепле снизилась. Совет на каникулах. Угу. Я просто хотел еще, получается, изучить теплоизоляцию домов, отопление. Снизится. Вот это прям очень хорошо. То есть, смотри, получается, не лондонцы, поборники, все согласны с этой идеей. Поэтому ее надо, конечно же, реализовать. Так, а надо уже заканчивать, кстати, серию. Сколько требуется на строительство логистического центра? 20 тепла, 25 материалов. 400 рабочей силы. Так, ну хорошо. В принципе, хватает. Эти закончили. Давайте строить. Я вокруг что-нибудь так поставлю, да? Может быть, тут что-то еще потребуется построить. Дополнительно какое-нибудь здание. Так, построить логистический район на старой временке. Вот как раз она, наверное, все-таки есть, да? Надеюсь, что именно сюда, не сюда. Старая временка. Блин, а если не сюда, я поставил. Вот это будет прикол, если не поставил не туда. Ну, все-таки я думаю, что разницы нет. Либо с той, либо с той стороны. Так, что у нас там с марками? Пока не хватает. Я просто хочу здесь прорубить под материалы и их тоже добывать хотя бы чуть-чуть, чтобы снизить. У нас еда не копится вообще никак. Тратится все время. Хватает. Хватает. Марк хватает. Давайте прорубим здесь. Отлично. Пусть рубят. Нью-Лундонцы требования выполнены. Нью-Лундонцы рады, что вы сдержали слово. Теперь они более положительно относятся к вашему правлению и считают вас честным лидером. Нью-Лундонцы станут лучше к вам относиться. Уровень доверия вырос. Вырос, но пока все равно нейтралитет. Блин, да что ж так-то? Так, на новое исследование мне не хватает. Тепломарок. Нужно пятьдесят. У нас пока двадцать пять. Угу. Тринадцать в неделю. Это, конечно, маловато. Но по теплу вроде вопросов нет. Да, у нас стабильно все. У нас вот замерзший лес. Подожди, это не то. Разруха растет. Вот что растет. Логистический район построен. Мы изучим мерзлоту вокруг Нью-Лундона и найдем источник топлива, который обеспечит городу будущее. Окей. Я так понимаю, нам надо куда-то идти сюда, да? Временное жилье. Перенаселенность и иссякающий запас топлива заставили многих Нью-Лундонцев укрыться в этих временных жилищах, построенных вокруг небольшого горячего источника. Теперь они ждут улучшения ситуации, чтобы вернуться домой. Забрать этих Нью-Лундонцев обратно. Пригласить этих людей вернуться в их родной город. Морозные отряды. Пять. Ага. Предгорье, ну то лучше туда идти, да? А как мне отправить-то сюда? А вот, отправить экспедицию. Тридцать с лишним лет назад рабочая имперская геолого-разведочная компания прибыли сюда, чтобы построить генератор. Несколько наспеха демонтированных опор по-прежнему торчат из-за льда, напоминая о своем миномолетном предназначении. Открыта территория, уровень угрозы безопасный. Возможно, находки. А здесь что? Модули, ядра и морозные поселенцы. Но здесь нам ближе получается. Замерзшая бухта. Тридцать с лишним лет назад рабочая имперская... Ну это понятно, что почитали. Что надо сделать? А, уже пошли отряду, да? Хорошо. Ну может быть мы таким образом найдем. Заодно, в принципе, подкопим деньжата. Ну и что? А, 15 недель будет все это дело изучаться. А могу я вернуться к себе? Спасибо. Так, давайте вопрос решим сейчас с материалами. А промышленник что делает? А, производит модули. Или товар из материалов. Но нам пока нужно добывающий поставить. Там пока изучается 15%. Сейчас немножко их построим. Просто хотел бы выполнить это вот задание. Посмотреть, что будет дальше. То есть у нас, по идее, здесь залежи угля хватит на 154 недели. А я все залежи открыл угля? Нет, у меня еще здесь есть уголь. Почему, в принципе, наверное, не прорубить, да? Запас небольшой есть. Ох ты, а у нас по жилью проблемы. А что же вы молчите-то? Что же вы молчите? Тяжелой район, пока не могу. А, все, могу, да? Отлично. Это будет 20-ка здесь. И еще надо будет 20, да? Ну, это потому что мы людей с вами нашли. Поэтому у нас увеличилась потребность в жилых зонах. Да, здесь тоже, получается, старая времянка. То есть все это старые времянки были. Тут проблема еще, что товары растут, да? Требуется. Но они производятся из материалов. А мы пока тратим излишки. А мне бы хотелось, чтобы у нас была добыча. Ну, не сильно много получается, да, возросло у нас. Так, что у нас там по закону? Пока еще тишина, да? Не хватает. Там требуется 50 тепломаров. У нас только нет пока. Автоматические смены вступили в силу. Голосование по предложению фракции не у нас проведено. Хорошо. Сью Миллер 12. Беспризорница. Шпана. Батя Синди взял и нанял ее гувернантку. Будто она графиня, что-то вроде того. Мы этого не допустим. Мы крепко наваляли этой мелкой сучке. Парни Фергюсона тоже получат урок. Если они сегодня вечером опять попытаются нас поиметь, мы достанем бритвы и скажем, что вырежем им глаза. Будет весело. А еще мы хотим устроить крутой махач. Из оружия только короткие ножи. Ну, кто хочет поиграть. Закон о детстве не принят. И в городе растет напряжение. Закон о детстве. Что еще за детство? Вот этот, наверное, имеется в виду молодежь. Так, подожди. А я не могу ничего другого, да, выбрать? Вообще никаких вариантов. Ладно. Так, здесь я все дело прорубил. Да, уголь у нас упал. Нам по-любому надо ставить еще добывающий район здесь. Ну, немножко, по-любому, я здесь получу еще угля. И мы пойдем немножко здесь в плюс. Нужен еще один жилой район. Чтобы всех разместить. Серьезно растет. Дефицит товаров. Тридцать два процента, да. У нас девять процентов здесь, поборников. Было двенадцать. Нелоны стали пятьдесят девять. Их стало больше. Так, жилой район построили. Надо еще один построить. Расширять я его не буду. Так, прогресс. Заслуги. Традиции. Так, закон опять-таки не могу никакой принять, потому что нету тепломарок. Так, уголь в плюсе. Отлично. Залежи ресурсов почти исчерпаны. Вот это плохо. Вот это плохо. Но мы с вами ищем постоянный источник тепла. Надеюсь, мы там его найдем. Осталось мало залежи. Осталось мало угля. Наместник. Некоторые залежи угля в этом районе скоро иссякнут. Поборники и Нелоны считают, что взрывчатка может добраться до более глубоких залежей угля. Жители морозных земель предлагают нам отправить детей на сбор остатков угля в узких тоннелях. Некоторые из них работали в районах заброшенных шахтерских аванпостов и живы-здоровы. Готовы ли мы поддержать какую-либо затих идею и добыть максимум угля? Так, установить взрывчатку. Улучшатся отношения. Блин, но я бы не хотел бы с этими жителями. Но тут надо, получается, балансировать. Если слишком часто отказывать, то у них отношения ухудшатся. Дети-добровольцы, в основном из числа жителей морозных земель, будут работать в новых узких тоннелях. Доступны запасы всех залежи угля увеличится на 15%. Все-таки это лучше будет. Так, и что, я должен попрямить какой-то новый закон по ресурсам? Не очень понятно с этими законами. Я вроде нажал что-то, а что я нажал и как это делать? Тут вопрос с голосованием. Это все не то. Закон. Почему тогда не переносит меня на закон, который надо? Не слишком тепла. Это все не то. Давай все-таки, как я и планировал, да, отопление. Вроде как это всех устраивает. Пусть будет. Так, плюс одно жилье у нас. Излишки жилья. Так, подожди, у нас получается здесь все выровнялось сейчас, да? Мы не тратим леса. Иные. В пещере, рядом с бухтой, мы увидели мрачные зрелища. Замерзшие тела в прочном снаряжении для исследования. Морозных земель, сложенные в аккуратный ряд. И черные нефтяные метки на их закрытых глазах. Какой-то жуткий похоронный обряд. Судя по найденной карте, эти люди шли к старой машине, находящейся где-то на пустынном побережье. Машина явно работает от источников топлива. Надо разобраться. Ясно. Рыбацкая деревушка. Община жителей морозных земель влачет жалко существования, питаясь мхом и мелкой рыбы. Поскольку у них нет печи, они спят, прижимаясь друг к другу под слоями толстых шкур. Они, не всяких сомнений, при этом шли бы Нью-Лондон. Так, я вернусь позже, получается. Мне надо, получается, идти сюда. Правильно, здесь разговор идет про пустынные побережья. То есть мы идем дальше искать. О, это они будут долго идти, да? Да. Ладно, давайте тогда мы с вами на сегодня закончим, а продолжим уже с вами, ребята, в следующей серии. Сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс, Дзен, Рутуб, все ссылочки под видео. С вами Мазар Бабай, спасибо за просмотр. Видимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok